Всем привет! С вами Катерина Матвеева и я продолжаю рассказывать о самых важных и значимых событиях СМИ Приморского края. В прошлом выпуске мы объявили о старте конкурса газеты «Владивосток. Четвероногая модель». В редакцию пришла «Если не тонны писем с фотографиями, то центнер точно». Такой же этаж понятен, ведь собаки – наши лучшие друзья. И каждый уважающий себя владелец пушистого питомца мечтает увидеть своего хвостатого друга на обложке глянца. Ну или газеты. Более сотни питомцев претендовали на звание символа года. Победителя выбирала вся редакция, умиляясь короткостриженными терьерами, восхищаясь храбрыми овчарками. Организаторы ручаются – одеяло на себя никто не тянул. У вас любимцы были? Подсуживали? Я не подсуживала, но скажу, что здесь вот среди всех этих фотографий есть фотографии собак из моей семьи. Но я, конечно, понимала, что это будет совсем наглость, если наши собаки получат какие-то призы. Поэтому мы их лишний раз просто погладим. На самом деле все собаки прекрасны, все фотографии великолепны. И вот ни в пасть не было невозможно. Была удивительная история в одном из писем про собаку Джека. Это письмо из Артема к нам пришло. Эту собаку хозяева нашли под забором своего дома. Это был очень агрессивно настроенный, неверящий людям пёс, который даже не сразу смогли... Он даже не сразу еду согласился брать у людей. Очень медленно на него подкармливались коней. Потом он согласился подойти. Очень долго привыкал вообще к людям, к рукам. Но потом стал членом семьи. Но собака эта оказалась очень нёмной. И быстро поняла, что эти люди добрые. И вот за то время, что Джек живёт в семье своих хозяев, это уже несколько лет, как только он уходит гулять на улицу, он возвращается с конь бездомной собакой, которая, видимо, говорит, пойдём, я знаю, где будет хорошо. И, как написали хозяева, за время того, что Джек у них живёт, они уже пристроили пятерых бездомных собак, которых привёл к ним, собственно говоря, и Джек. Приходи ко мне в гости! А никто не прогонит? Ну что ты! Дедушка только вечером придёт! Давай! Прыгай прямо в окно! Но как бы Джек не старался помочь собратьям по несчастью, гран-при он не взял. Символом кота стала защитница всех детей Маламут Альба. Выбор спонсоров конкурса пал на собаку дворянских пород по кличке Мира. А выбор редакции – собака Рэй. Ему присудили приз за веру в человека. Рэй был бездомным псом, долго не верил людям, но в итоге отдал хозяевам своё сердце. Новый год стучится в дверь, а радио «Лемма» во все приёмники Владивостока и Приморского края. Но не просто так, а с подарками и новогодним настроением. У нас идёт в новогоднем эфире музыкальные открытки, в которых озвучивается пожелание наших уважаемых партнёров, поздравления с Новым годом. Это различные программы, касающиеся нового года, новогодней тематики. Это различные конкурсы. Они всегда приветствуются, потому что какой Новый год без подарков. Ну, а в новогодние каникулы мы тоже подготовили разнообразную программу для радиослушателей, потому что мы считаем всем коллективам, что радио должно дарить радость. Впрочем, над новогодним настроением работают все значимые СМИ Приморского края. Записывают праздничные программы, украшают кабинеты. А подарки раздавала щедрая газета «Владивосток». В преддверии праздника Дед Мороз ходил по центральной площади города и искал смышлённых маленьких горожан. За стишок каждый получал по леденцу. С Новым годом! А прочти-ка мне стихотворение. Да, зарубежные СМИ опять скажут, русские хакеры взломали Рождество. Дед Мороз, морозичочки, что ты, дедушка, творишь? Снега нет, а ты шалишь. Ой, какая ты молодец. Как ты хорошо рассказала. Давай мы тебя наградим за это сладким подарком. В основном, может это удивительно, может нет, но они хотят четверть закончить с хорошими отметками. Видимо, они у них сейчас не очень хорошие. Остается надежда на Дедушку Мороза. А у взрослых, ну, сразу видно, Владивосток – автомобильный город. Чаще всего просили автомобиль. И второй – это «Квартирный вопрос». Какое желание у Дедушки Мороза? Дедушки Мороза... Вот озадачила. Чтоб подарков на всех хватило. Дед Мороз, может рассказать нам стих? Костил я летом, у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Когда главный праздник года будет позади, в ночь на 31 декабря все найдятся оливьей и мандаринами. Кто-то уснёт в салате, а кто-то под ёлкой. Радио Ви-Би-Си только начнёт праздновать. Сейчас спою. Одна из старейших радиостанций города топчет землю, вернее, звуковые волны, уже четверть века. Ведущие утренних и вечерних программ поздравили своих слушателей. Во-первых, сами понимаете, радиостанция, которая родилась 1 января, это уже легенда. Потому что 1 января, сами понимаете, немногие в состоянии стояния. Это первое. Второе. Четверть века – это вроде много. С другой стороны, это, на мой взгляд, только начало. Впереди ещё так много всего сделать. Успеть бы. Вот это другой вопрос. Дорогие друзья, я от всего сердца поздравляю вас с нашим общим праздником, с 25-летием радио Ви-Би-Си. Для нас это огромная работа, это огромная часть нашей жизни. И каждый день, каждое утро мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы вам просыпалось и вставалось легче в нашей компании. Счастья, здоровья! Счастья, здоровья! Всё на икраске! Счастья, здоровья! Господи! Радиостанция меняется, растёт, развивается. Новые-новые программы, новые люди, но остаётся что-то старое, что-то в духе того самого Ви-Би-Си, что-то, что нельзя передать словами. Очень атмосферное. Мне хочется пожелать слушателям, нам всем, быть вместе, быть вместе и дальше. Возможно, ещё 25 лет, а возможно, ещё и ещё. Если раньше это была какая-то узкая группа людей, которые слушали радио, то сейчас эта группа стала гораздо шире, она стала, не знаю, взрослее, наверное. Как мы все взрослеем, так и радио взрослеет вместе с нами, слушатели взрослеют вместе с радио, и нас становится всё больше и больше. Ещё и ещё. Больше и больше. Ещё и ещё. Радио Ви-Би-Си по праву называют легендарным. В своё время оно стало революционером. Формат программ, абсолютно новый для Владивостока, приобрёл своих постоянных поклонников. Стиль работы радиоведущих стал эталоном для коллег. В эфир выходили легендарные проекты и шоу. Необычные рубрики и, конечно, качественная музыка. Гостями становились известные во всей России специалисты медиабизнеса. От всей души поздравляем всех с юбилеем радио Ви-Би-Си. Нравится шоу «Информаторы». Это, собственно, как раз вот прайм-тайм. А вот просто смешно и весело. Ребята проводят время и развлекают очень хорошо во время езды. Отвлекают от различных мыслей. Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Каждое утро её слушаем. Очень нравятся прямые эфиры. Был в октябре очень эфир такой познавательный про перманентный макияж. Как раз утреннее шоу было очень интересно, очень понравилось. И мне нравится. Не зря его называют «Легендарное радио». Мне нравится утреннее шоу и вечернее шоу. Очень развлекательное и познавательное утреннее шоу. Катя Дюмина и Саша Смолина очень веселят. Еду в машине утром, вместе с ними смеюсь. И надо даже разговариваю с ними. На этом я с вами прощаюсь. О других событиях СМИ Владивостока и Приморского края я также буду рассказывать в 2018 году. С Новым годом! С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова